Уважаемый Саидмур Раджабович, у нас в семье очень тяжелый период. Финансовое положение, я учусь, параллельно еще изучаю языки и так далее, и так далее. Он студент, он учится еще языки и так далее. И он спрашивает, мне все говорят, что брос учебу, помоги родителям, работай, потому что в семье тяжелая ситуация. А мне учиться дальше или бросать учебу и пойти работать? Дорогой мой, как тебя зовут еще раз? Фуршет, да, по-моему? Фуршет. Послушай, дорогой мой, моя судьба была такая, я бросил три вуза, потому что не было денег. Надо было делать выбор, либо работать, либо учиться. Просто у меня в семье другого человека просто не было. Мне пришлось бросить семью, бросить учебу и поехать грузчиком работать, потом работать, зарабатывать. И со временем потом я сам начал постепенно, параллельно учиться, как у меня есть возможности. Дорогой мой, вот что я тебе советую, я тебе советую. Ты делай так, просто сделай так, чтобы хотя бы у тебя был один день или два дня, хотя бы в дыхании дни ты должен зарабатывать. И по вечерам по интернету зарабатывать. Или какой-то третий сменой где-то работать. Хотя бы через два-три дня один день. Через два-три дня частями, хотя бы чуть-чуть ты должен зарабатывать. Но старайся зарабатывать умом, старайся зарабатывать в той сфере, где ты учишься. Тогда дело пойдет у тебя на пользу и практика будет у тебя. Это будет очень здорово. Вот еще есть вопрос. Саймурат Давлатов, я вас слушаю уже почти два года. В последнее время я специально ставлю ваши вебинары на флешке по телевизору, чтобы слушал мой муж и понял, что я хочу ему объяснить. И что вы хотите людям объяснить. Но между нами стена. Как можно разрушить эту стену, чтобы он меня понял? У нас трое детей. Я не могу двигаться одна вперед. Что можно сделать? Как можно ему объяснить? Продолжайте. Вы на верном пути, дорогая. То, что вы сейчас делаете, это правильно. Запомните. Каждый раз, когда он слышит эти вебинары, каждый раз, когда он слышит эти мои слова, уже работа идет. Но пока требуется еще время. Фермер, когда бросает семена, она находится под землей. Ты не видишь, но уже семена начнет созревать. Там уже работа идет. Но ты со стороны не видишь этого. Пройдет время, когда она созревает. Поэтому продолжайте. Не останавливайте, просто продолжайте. Вот что рекомендую вам. Дорогие мои, спасибо вам за то, что вы слушаете рубрику, нашу рубрику. Ставьте лайк под это видео. Рекомендуйте наш канал. Рекомендуйте наши видео своим друзьям, знакомым. Для того, чтобы они получили определенную пользу. Издавали свои актуальные вопросы и получили на их ответы. Желаю вам успехов. До новых встреч. Я приветствую вас из Таджикистана. До новых встреч.